Итак, это снова прохождение игры Готика. Мы на этот раз отправляемся искать Ксардаса, ну и охотиться на тварей, которые живут в окрестностях его башни. Потому что, как вы помните, мне нужен опыт, а опыт мне нужен для того, чтобы поднять круг магии. Падальщик тут есть. Так, а может там новый шершень появился? Шершней нет. Ну что ж, идемте. Так, пройдем через лес, тут наверняка новые звери появились. Всех убьем. Пусто. Все чисто. Никого. Не, ну я так не играю. Ладно, нам в земли орков. Туда. Сколько мне опыта до нового уровня осталось? А, еще совсем немного. Сейчас я там как раз поохочусь. И все будет зашибись. Новых орочих кончиков тут нет. Это хорошо. Только осторожно, тут могут быть орки. А вот и орк. А вот и орк. Что-то теперь он мне не особо много урона наносит. Но это и к лучшему. О, орчи и гончие новые. Как раз кстати. О, орк. О, орк. О, орк. Осторожно. Тут больше нет никого. Пусто. А, ну да ладно, нам же легче. Сейчас до остеров доберемся, будем их мочить. Тут никого нет. Тут кольцо камней, где мы юнитор искали. Так. О! А вон там кто-то ходит. А, падальщик. Ну, здравствуй, опыт. Так, по-моему, я не тем маршрутом пошел. Хотя вообще-то тут добыча есть. Но тут где-то все равно есть проход. Я к старому лагерю вышел и к дому Кавалорна. Так. Мне по карте вон туда. Ну, я же говорю, есть тут дорожка. Так, куда нам? Туда. 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 Ага, там будет поворот. Как раз туда, куда нам нужно. Если это только, конечно, конечно, не окажется поворот в город орков. Туда-то нам как раз не нужно. Туда-то. Гречи. Туда-то. Туда-то. Нам туда Да Так, по карте мне теперь Вон туда Ага Да, точно, вон же Вот куда нам надо Так, но там начинается город орков Как раз, что я и боялся Но нам не туда пока еще рано Мы проходим мимо И идем туда Вот туда-то нам как раз и нужно Опа, угренная ящерица Сейчас мы ее заколбасим Только осторожно Она огнем дышит А огонь мне наносит Урон О, а вон там остер Вот что я говорил Точно, давайте заморозим Эту ящерицу Так-то лучше Так, а вот с остерами Дела будут обстоять Гораздо сложнее Тут у нас Ничего интересного нет Ладно, нам нужно Остеров мочить Так, стоп Тут же нет ничего Так, хорошо Сколько их тут? Трое Ну давайте попробуем Огненным штормом Их сжахнем Плюс один Ай, они меня кусают Отлично Отлично Я его заморозил Еще минус один Нет Нет Отлично Готова вся троица Так, по-моему Там еще остеры есть Да Их гораздо больше Так, устанавливаем Ману и жизнь Пьем зельки Тут их уже убивать Будет труднее Гораздо труднее Ой А он еще двое Давайте заморозим их Детх 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 К ancestral Ух Отлично, мы убили еще двоих. Полностью установим здоровье. Идем мочить вон всех. Мне нужно какое-нибудь укрытие. Желательно их мочить вот отсюда. Ё-моё, их тут целая стая. Пять штук. Ладно, для большего эффекта надо жахнуть среднего. Минус один. Ты куда бьешь? Осторожно. Они залезают сюда. Нужно срочно уматывать отсюда. Они уже близко. О, моё. Ой, я знаю. Надо их отвлечь. Чтоб они сейчас ели. Один все еще гонится за мной. Уходи. Уходи. Зверюга. Блин, я боюсь, там могли исчезнуть трупы Остеров. А это очень плохо. Это значит, что мы не сможем сейчас с них трофей собрать. Ну что, трупов нет? Так и знал, блин. Перезагружаюсь. Ну какой мне смысл их... Что вообще за баг такой? Если ты долго не обшариваешь труп какого-нибудь животного, то он исчезает. Я бы хотел, чтобы такого не было. А может это и не баг? Может это специально задумано? Так. Да прицелься ты уже на среднего. Вот. Кажется... Вот. Субтитры делал DimaTorzok Один готов Второй лезет Остались еще трое О нет, сразу двое залезли И теперь пипец Вот ведь гады, а Так, а что если их всех попробую Ладно, бьем первого попавшегося И готовим заморозку Ага, вон один лезет сюда Блин, я не могу его заморозить О, наконец-то Еще один ублюдок Собака Блин Вот ведь гады-то, а Ладно Ладно Блин Блин, я не могу его заморозить Все ко мне приблились Все ко мне приблились Ах Ну все, они меня сейчас сожрут Ах Слишком далеко Слишком далеко Собак Собак Я не могу его заморозить Ах Что ж ты будешь делать-то Никак не могу я убить этих чертовых остеров Что если с самого дальнего жахнуть? Не жахаем среднего Собака 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 Отлично. Мы выбили одного из них из строя. Ай, блин, как же я тебя не заметил. Сюда иди, мудак. Вот ублюдки, а. Ладно, ладно, ладно. Я еще найду способ вас уничтожить. Сюда иди, мудак. Пипец. Что же за пипец-то такой, а? Эх, будь милетов. Нет, лучше свиток. Руну-то я бы все равно использоваться не смог. Вот я сейчас бы тогда со скелетами дал бы этим гадам жару. Задал, точнее бы. Тьфу. Тьфу. Ладно. Ладно. Я вас все равно ищу. Ты куда стреляешь? Лучше доставай, е-мое. Все. Ладно. Все. Все. Тьфу ты, блин. Ну как мне убить их? Я сейчас опять дофига времени потрачу на этих тупых болванов. Думай, думай. Как же их убить? Опа, минус один. Минус один. Минус два. Ватафак. А, это я как-то подвинул, наверное, мышку. Еще минус один. Уже минус трое. Ну и куда ты выстрелил? Ай, здесь он меня кусает. Застрял он там, короче. Да блин. Да е-мое. Ну мне чуть-чуть оставалось. С какого хрена? Че ж за хрень-то такая, е-мое. На этот раз я ни в кого не попал. Ты куда выстрелил? Минус один. Теперь туда, куда нужно. Минус один. Минус еще один Минус еще один Минус еще один Все, и минус последний Наконец-то Наконец-то Ура Наконец-то Наконец-то Там еще А вот и башня Ксартоса Ну давайте сначала Остеров убьем Блин, у меня заканчиваются Жизненные зелья А покупать их не на что Ну вообще-то есть У меня же теперь есть когти Обязательно сохранимся И отойдем подальше Минус один И достигнут новый уровень Ура Ура А тут что, нет никого что-ли? Ну вот и хорошо 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 Остеров Больше нет Остеров Нет Вот и славно Руда Руда Ну не будем уж ее добывать О, дверь В таких комнатах Обязательно есть Что-нибудь интересное Так, тут пенек какой-то Присесться, наверное Сундук И Клинок демона Урон 76 О, он гораздо мощнее Целебный эликсир Спасибо О, и руды много Шкура мракориса Факел Пиво И отвычка Все это тоже мне пригодится О, ну плюс еще кирка Там точно никого нет Может там можно Кого-нибудь убить Идемте-ка А, ну это же башня у орков Как же я мог так Ошибиться-то Забыться, точнее Так, он тут, я кажется Что-то не собрал Да нет, все собрал Ну ладно Идемте к башне Так, как я уже говорил Там сейчас будут Три голема Каменный Ледяной И огненный Каменного надо убить Каким-нибудь Одноручным оружием Ледяного Жахнуть Чем-нибудь Огненным А огненного Жахнуть Чем-нибудь Ледяным Так Этот Двух единиц силы Не хватает Ладно, потом еще Использую Так, боевой молот А вот и первый голем Один готов Мы забрали его сердце Теперь готовим Ледяную глыбу Стоп Тут и наоборот Огренный шторм Надо Минус еще один голем Вот походу Останки всех гонцов Которых Всылали к Сардасу Частица И сердце Так, теперь Вот только по-моему Не каждая ледяная Способна убить Вот этого голема Попробуем воспользоваться Шаровой молнией Ну Я тогда ледяной глыбой Не смог убить Огренного голема Убил его Обыкновенной молнией Но посмотрим Как он На шаровую Отреагирует Ага Ему это не по вкусу Отлично Убит Последний голем И мы забрали Его сердце Так В окрестностях башни Ничего нет Ну что ж Вот и башня Ксардаса Тут нет Ничего особенного Тут есть сундук Он заперт Есть Открыли Ой, сколько тут всяких зелек Давайте-ка выпьем Которые тут Бонус дают Так Нет Не бонус А Вот Бонус к максимальному Жизни Так Максимальная жизнь Плюс 10 А больше нет Таких Ну ладно Огненный демон С ним надо поговорить Так Кто Кто это говорит Так это Ты со мной говоришь А как А почему Твой голос Звучит только В моей голове Кто ты Простой слуга Своего хозяина Мне кажется Ты одно из порождений Бога тьмы Мне замолчать Так Послушай Твоего повелителя Случайно зовут Никсардас А твой хозяин Случайно Никсардас Ах так Имена Не имеют Значения Ладно Просто Мне сказали Что где-то Здесь Должна быть Башня Ксардаса По-моему Это она И есть Мне нужно Поговорить С твоим повелителем Я хочу Поговорить С твоим Хозяином Я Не достоин А что за испытание Испытание какое-то Надо Понимаю Если кто-то Хочет Поговорить С твоим Хозяином Он должен Доказать Что он Этого Достоин Подожди Как ты Сказал Доказательство Какая-то Победа Над стихиями Камень Лед Огонь А Каменного Ледяного И огненного Надо Принести Сердца И в качестве Доказательства Ладно Они у меня Уже есть Вот сердце Каменного Голева У меня Есть сердце Каменного Голема Что? Ааа Убедительное Доказательство Отсутствуют? Двух Еще нет? Так Это сердце Ледяного Голема Вот второе Доказательство Сердце Ледяного Голема Второе Доказательство? Теперь У тебя Их два Не хватает Еще одного Ну вот и Третье Сердце Огненного Голема Убедительное Доказательство? Совершенство? Я Достоин? Если Я возьму Эту руну Телепортации В знак Того Что я Прошел Испытание Ну спасибо За руну Я? Смертный? Я уже Ухожу Так Ну пока Демон Сейчас Воспользуемся Той Руной Которую Он Мне Дал Она Называет Спортал К Некроманту И позволит Нам Переместиться К Сардасу Тут Скелет Фред Сундук У нас Тут Зельки Большое Спасибо Ну что Без Зелька Я не Останусь Еще Тут Еще Зельки Как Я Рад Так Если Я Подойду Вон В тот Портал То Я Стелепортируюсь Обратно Вниз А мне Нужно Наоборот Сейчас Вот По этой Лестнице Вверх Подняться Там Находится Библиотека В которой Обитает Ксартас Кто смеет Отвлекать Меня от Моих Исследований А Меня Не важно Как тебя Зовут Я не Желаю Этого Знать Гораздо Важнее То Что За все Это Время Никто Не Смог Разгадать Загадки Моего Голема А ты Это Сделал Так А были Другие Так К тебе Приходили И Другие Да Но Их Было Мало Когда Они Мне Надоедали Я Знакомил Их С одним Из моих Созданий Да Ты Высоко Ценишь Своё Уединение Так Меня Прислал Сатурас Нам Нужна Твоя Помощь Меня Прислал Сатурас Нам Нужна Твоя Помощь У Магов Воды Есть Рудная Гора И Они Гора Руды Им Никак Не Поможет Поняли Теперь Я Вам Все Маги Круга Огня Мертвы Убиты По приказу Гомеза Неудивительно Я знал С самого Начала Что этим Невежественным Болванами Замка Которыми Командует Гомез Нельзя Было Доверять Користо И другие Маги Сами Приблизили Свою Смерть Когда Помогали Гомезу Захватить Власть Говорят Что Спящий На самом деле Является Тот Кого Называет Спящим На самом Деле Злой Геман Об этом Узнали Гуру Из Болотного Братства Маги Воды Теперь Уверены Что Вся Колония Находится В опасности Все Это Очень Опасно Но Никто Из Этой Колонии Даже Не Догадывается Как Они Близки К Смерти Так Если Взрыв Железной Горы Не Предотвратит Угрозу Если Взрыв Рудной Горы Не Сможет Предотвратить Эту Опасность Забудь Об этой Несчастной Горе Энергии Ее Взрыва Никогда Не Хватит Чтобы Разрушить Барьер Если Бы Користа И Сатурас Потратили Свое Время На Изучение Барьера А не На Свои Никчемные Ссоры Они Бы Сейчас Знали То Что Знаю Я А Что Ты Знаешь Со Времени Создания Барьера Ни Один Из Двенадцати Сильнейших Магов Не Потрудился Задать Себе Вопрос Почему Барьер Достиг Таких Огромных Размеров И Ты Нашел Ответ Но Тебе Удалось Найти На него Ответ Что Ж Одно Можно Сказать С Уверенностью Ответ Нужно Искать Под Городом Орков А Именно В Храме Спящего Орки Не Животные В Обычном Смысле У них Есть Своя Культура И По Семьи лет Назад Пять Орков Шаманов Призвали Могущественного Демона То есть Спящего Чтобы он Помог их Племени Победить Врагов А Спящий Имя Этого Демона Это Имя Было Дано Ему Орками Гораздо Позже Но Зачем Они Это Сделали И Почему Они И Испытывают Такой Страх Перед Ним Я Не Знаю Не Скажешь Ты Правда Этого Не Знаешь Мне Кажется Что Ты Сможешь Нет Я Хочу Сам В этом Убедиться Поэтому Дам Тебе Одно Задание Какое Задание Слушай Меня Один Из Шаманов Был Изгнан Из Города Орков Так И За Что Они Изгнали За Что Изгнан Этого Я Тоже Не Знаю Воин Орк Которого Пытал Мой Демон Не Успел Мне Ответить На Этот Вопрос А Мое Задание Будет Как-то Связано С Этим Орком Шаманом Да Он Расскажет Тебе О Спящем То Что Мне Не Известно Мне Кажется Орк Не Будет Со Мной Разговаривать Так Ты Хочешь Чтобы Я Помог Тебе Или Нет Конечно Хочу Но Тогда Не Задавай Больше Таких Вопросов Найди Этого Шамана Орки Из Садится На Него Ты Меня Где Живет Этот Изгнанный Шаман Где Найти Этого Изгнанного Шамана Иди На Восток К Старой Крепости Ее Невозможно Пропустить Она Стоит На Вершине Горы И Видна Даже Издалека В Нее Можно Войти Она Только Называется Крепостью Но На Самом Деле Это Просто Разваль Я Видел Эти Развалины Я Вот Примени Ее Когда Будет Тебе Сложно Сложно Вернуться Сюда Он Мне Какую Труну Дал Примени Ее Он Сказал Когда Тебе Сложно Будет Вернуться Сюда Что Он Мне Дал За Руну А Нет Он Сказал Мой Демон Дал Тебе Руну Примени Ее Когда Тебе Будет Сложно Вернуться Сюда То Есть Руну Телепортации К Сардасу Спасибо За Руну Ну Что Отправляемся Искать Этого Порка Я Вообще То Знаю Его Зовут Уршак Впрочем Я знаю Где Находится Эта крепость Идемте Эта крепость Находится Рядом С горным Фортом Там Наверху Это где-то здесь Тут есть Подъем Наверх Блин Ничего Не вижу Из-за Из-за Этого Дождя Видимость Ужасная Ой-ой Кажется Дальше Прохода Нет Так 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 Тогда Сигаем В Воду Да Вон Вон Там Вод Тех Ничего, дождь закончится и видимость улучшится. Он, луна, он, видите, тучи расходятся, потихоньку вроде. Вот, проход туда, только осторожно, там орки. Поэтому лучше сохранюсь и приготовлю оружие. Не это. Так, вот тут где-то... Да, орк, он здесь. Ага, вон он, бежит. Это охотник орков. Он слабый. Но внутри развалин там и посильнее есть. Который сейчас уршака мочит. Вот сейчас я ему и помогу. Он еще один орк. Так. Сохраняемся. Нам будет боец орков. Вот пепля, славяюсь. Какой пепель, славяюсь. Какой пепель, славяюсь. Крашборткар? Крашборткар, точнее. 65 урон. Нет, он слабее. Спасибо, чужа. Плохой орке хотеть убить меня. Братья, стать враги. Так. Кто ты? Кто ты? Имя Уршан. Имя Уршан. Сын Духа. Люди звать нас шаман. Откуда ты знаешь наш язык? Откуда ты знаешь язык людей? Уршан быть раб, любви в шахта. Убежать. Много зимы назад убежать. Ты был рабом в шахте? Так, подожди. Почему твои братья напали на тебя? Почему твои братья хотели убить тебя? Они Уршак не любят. Уршак предать их веру в Круша. Считать Крушак плохой демой. Крушак это спящий. А кто такой Крушак? Люди звать Крушак. Спящий. Ты хочешь сказать спящий? Да, люди говорили спящий. Так, что тебе известно про спящий? Что ты знаешь? Много зимы. Сыны Духа как. Так шаман... Они позвали. Хотеть победить. Пять брата строить храм. Подземный храм спящего. Должно быть, Ксардаф говорил как раз о нем. Ведь он находится под городом Орка. Значит, пойдем в этот храм. Что случилось в подземном храме? Что случилось в подземном храме? Браты, отдать сердце Крушак. Но Крушак плохой. Крушак. Браты, нет сердца. И быть Крушак... Они зомбарями стали. А что случилось с теми... Крушак всех проклинает. И строители все стали живой, мертвым той и другой. Понятно. А орки, оставшиеся на поверхности, что-нибудь сделали? Они закрыть храм. Браты, сейчас, Крушик, Крушак, получать жертва и не злить. Крушак, думать жертва. Они не слушать. Они сказать Крушак. Так, мне нужно попасть в подземный храм. Я должен попасть в подземный храм. Ты можешь отвезти меня туда? Крушак говорит спасибо чужак. Только вход в храм, в дом Крушак. Крушак. Так они не пропустят тебя. Ты был рабом в шахте? В какой шахте? Ты был раб... В шахте. В шахте возле какого-то возле долины. Так, ты можешь показать мне... А ты можешь показать... Том, уршак, там... На пустой белый чужак давать карта. Уршак рисовать дом. О, а ты неплохо рисуешь. Спасибо. А, он мне там нарисовал недостающую часть карты. Спасибо. Так. Да, похоже, мне там придется пробивать дорогу мечом. Дома, браты, очень сильный чужак. Дома быть другие сыны духа. Сделать чужак гореть и умереть. Да, это понятно. Но мне все равно придется туда попасть. Уршак знать один способ. Чужак надеть улу-мулу. Улу-мулу? А что это такое? Быть знак дружи чужака. А где мне достать эту самую улу-мулу? Чужак ходить другу. Да, да. То, что с этой штукой я не умереть, я уже понял. Друг ушах в шахте. Так, ну заброшенный на старый-то вряд ли. Скорее всего, он свободный шахте. Ты работ... Уршак быть раб. Уршак думать. Спасибо тебе за... Спасибо. Уршак говорит, друг получает подарок. Уршак не может домой. Возможно... Тут есть где-то потайной переключатель, который открывает потайную комнату. Кажется, он где-то здесь. Ой, тут башня. Давайте-ка посмотрим, что у нее наверху. Наверху. Здесь ничего нет. Подождите. Кажется, я знаю, что надо сделать. Я же его не читал. Так. Новая запись. Вот теперь должна появиться. Да, вот она, старая книга. Это второй том Хроманина, который мы нашли в башне скелетов. Я нашел книгу. Пришедшие с глубин времен, видения Хроманина открыли мне глаза, и ничто не может поколебать мою веру в них, потому как затронули они самое мое сердце. Разрубленное воссоединится вновь, если на короткое время разлучено будет надежно. Так. Мне надо будет и третью книгу искать. Так, во-первых, сейчас берем одноручное оружие, потому что в этой потайной комнате есть голем. Так. А посмотрим, что говорит квестовый журнал об этом. Так. Так, надо... Мне сейчас надо будет к Сардасу сходить. Только сначала откроем. Вот он, переключатель. Вот я и провалился. А тут голем. Что ж... Да вот... Здравствуй, опыт. Еще одно сердце. Его можно будет продать. Эликсир. Эликсир. Переключатель он еще. А больше тут ничего прикольного нету. Скорее, это ловушка, наверное, было. А вовсе не потайная комната. Вон. Лифт. На нем мы и попадем назад. Хотя, в принципе, зачем мне этот лифт, когда у меня есть портал к Сардасу? Мне ж к нему сейчас. Ну вообще, другие порталы у меня есть. Но сейчас мне нужно именно к Сардасу. Я добился ответов от шамана Орка. Орк-шаман ответил на мои вопросы. Ну и что же он рассказал? Пять шаманов, которые призвали спящего, построили ему подземный храм, вход в который находится в городе Орка. Правильно. Он безжалостно вырвал их сердца. Отлично. Орки запечатали храм и стали... Ты уже придумал, как можно войти в этот храм? Да, есть один Орк. Пожалуйста, без подробностей. Иди в этот... Я тебя не... Разве ты пришел ко мне не... Да, но... Так иди. Слишком много времени было потеряно впустую. Иди и найди то, что прячет подземный храм. Так, ну хорошо. Мне теперь надо в новый лагерь. Оттуда ближе всего к свободной шахте. И там сейчас начнется война за шахту. Ты говорил с Ксардосом? Так. Все не так, как ты думаешь. Все совсем не так, как ты думаешь. Что ты имеешь в виду? Он должен найти способ взорвать эту железную гору. Рудная гора... Она уже... Найди к самому... Так. Че-то не то. Проваленные. Я не скажу Сатурсу о том, что... Как сказал мне Ксардос... Пустой тратой времени. Так. Ну-ка еще раз. Попробую ответить ему что-нибудь другое. Рад, что ты пришел. Погодь. Сначала с Ксардосом надо поговорить. Ну... 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 Ну что? Нет. Почему? Я пока не... Тебе надо... Во имя! А, понятно. То есть ему... Не надо пока рассказывать. Так и так. Ладно. Теперь... Во имя! Я хочу вступить в пятый круг. Да будет! Так, все. Я обучен пятому кругу магии. И теперь покупаю... Облачение... Во имя! Высших магов воды. Я хочу... Я вижу ты... 2100 кусков руды. Покупаю. Надеюсь. А теперь надену. Обла... А, я и так уже одет. Так. Снимай и надену. Вот оно. Облачение высших магов воды. Так, и Актан хотел со мной поговорить. Ты ждал? Горн просил отправить тебя к нему. Как только ты объявишься. А в чем дело? У него есть план. Как освободить захваченную шахту. Он все еще охраняет вход в шахту? Да. И пожалуйста, отправляйся к нему как можно быстрее. Ну хорошо. Но сперва мне надо отоспаться. Ладно. Я сейчас отосплюсь и прохождение, наверное, на этом подходит к концу. Наверное, ты прав. Ладно. Как я уже сказал, прохождение на этом завершается. Если вам интересно и вы хотите увидеть дальше, ставьте лайк. Это мне самому. Меня самого заинтересовал. Потому что, видите, какой сюжетный поворот сделали. Ну ладно. До свидания.